Я Михаил Кожухов и это программа Вокруг Света. Здравствуйте. Странно переплетаются порой судьбы стран. Иногда их связывают войны против общих врагов, иногда родственные узы монархов, а иногда тайны похищенных сокровищ. Но бывает и так, что в историю двух стран вплетается судьба поэта. Грибоедов был фантастической личностью. Он учился в Московском университете на трех факультетах сразу. На филологическом, на юридическом и на физико-математическом. Он написал только одну пьесу, и она была буквально по строчкам разобрана на пословице. Я не знаю, был ли такой второй случай в истории мировой литературы. Он прожил всего 34 года и погиб смертью русского человека. Он защищал от религиозных фанатиков христиан-армян. Это произошло в Персии, в Тагеране. После того, как над Ираном поднялись зеленые флаги исламской революции, эту страну мало кто видел. Иран стоит особняком от остального мира. Здесь свой собственный, мусульманский порядок и особое государственное устройство, в котором вся власть принадлежит духовенству, имамам и аяталлам. Это они теперь решают, какие законы подходят иранцам, какие стихи им полезно читать, в какой одежде ходить, кого любить, а кого ненавидеть. В Тагеране живет сегодня 14 миллионов человек, и это не просто главный город Ирана. Тагеран претендует на большее, на титул столицы всего мусульманского мира. По одной из версий, название города переводится как «конец дороги». Ну вот он, Тагеран. Город как город. Мало чем отличается от любого другого города на Востоке. Ну разве что люди одеты чуть-чуть иначе, чем в других местах. Женщины ходят в черных покрывалах и обязательно закрывают волосы. Недавно принят закон, по которому полиция нравов может подойти к любой женщине с непокрытой головой и отвезти ее в участок. А мужчины, наоборот, не носят галстуков. Считается, что галстук – это символ Запада, а у иранцев свои традиции, в том числе и в одежде. Недавно, кстати, здесь принят закон, по которому людям запрещено употреблять иностранные слова, такие, например, как пицца. Президент Ирана сказал, что пиццу надо называть эластичной лепешкой. И нечего брать пример западного мира. Движение в Тагеране просто сумасшедшее. Ехать можно в любую сторону и улицу переходить тоже можно в любом месте. Тагеран – довольно молодой город. Он стал столицей всего-навсего 205 лет тому назад. Да к тому же сильно пострадал во время иранно-иракской войны, которая велась 8 лет. Памятников здесь не так уж много. Интересно, кто этот уважаемый человек? На памятнике ничего не написано. Извините, вы говорите по-английски? Да. Не знаете, кому этот памятник? Кто этот человек? Кто этот человек? Я не знаю, честное слово. Спасибо. Извините, вы говорите по-английски? Нет. Вы говорите по-английски? Только на фарси. Никто что-то не знает по-английски. Простите, по-английски говорите? Что-что? По-английски. Немного. Кто этот человек? Это Фердауси, наш поэт. Фердауси, вы уверены? Нет. Да. Как уверены, это Фердауси или нет? Спросите лучше кого-нибудь еще. Извините, вы говорите по-английски? По-английски говорите? По-английски говорите? По-английски говорите? Нет. У женщин здесь какие-то более осмысленные лица, но боюсь подходить к ним, потому что может быть расценено как грязное приставание. Я немного говорю по-английски. Много и не надо. Подойдите сюда, пожалуйста. Кто этот человек? Кто этот человек? Это Фердауси, иранский поэт. Да нет, это Саади. Саади? Подождите, ребята. Саади – это один человек, Фердауси – это другой человек. Саади? Или Фердауси? Я не знаю. А вы на Фердауси говорите? Нет, конечно. Саади. Точно Саади? Саади? Да, Саади. Или Фердауси? Саади. Саади. Большое спасибо. Саади. Поэм. Поэм. Безертосакон. Ну, не знаю, что и думать. Одни говорят, что Фердауси, другие, что Саади. Оба были великими персидскими поэтами. Ну, пусть будет Фердауси. Или Саади. Даже не знаю. Памятников истории и культуры в Тагеране не так уж много. Мне посоветовали посетить Саадабад. Комплекс дворцов, в которых жили проклятые шахи до исламской революции. Попробую выяснить, как туда добраться. English? Саадабад. Вы говорите по-английски? Нет. Саадабад. Саадатабад? Саадабад. Саадатабад. Саадатабад, да? Саадатабад, Киабан... Саадатабад, С3. Туда? Вторая остановка. Вторая остановка. Транспорт. Транспорт. Бас. Автобус. Бас. Окей, спасибо. Спасибо. Ну вот, кажется, понятно. Две остановки на автобусе до Таджиша, а там каждый подскажет. Саадабад даже не музей, а скорее парк культуры и семейного отдыха тегеранцев, которых в конце рабочей недели влечет сюда прохлада тенистых аллей и приятная каждому простому человеку возможность поглазеть на то, как жили их правители. Вот и все, что осталось в Тагеране от шаха Мухаммад Резапа Хлеви, который правил этой страной ни много ни мало 38 лет. Правил, надо сказать, не очень талантливо, и потому в 1979 году ненавистный шахский режим был сметен исламской революцией под предводительством имама Хамейни. Статуя шаха-то, конечно, раньше была в полный рост, но после революции, дабы выразить презрение к ненавистному тирану, его обрезали. Вот так. Осталась от шаха и вот эта карета. Собственно говоря, люди постарше, с некоторой ностальгией воспоминают прежние времена, потому что инфляция тогда была меньше, а жизнь спокойнее. Но в общем и целом, иранцы уже забыли об этом периоде, свои истории. Но посидеть в шахской карете, кто же откажется от такого удовольствия? Можно посидеть с вами? Давайте. Салам аликум. Вы из русского телевидения? Угадали. Очень хорошо. Да здравствует Россия. Да здравствует Иран. Друзья. Но вы не хотите дать нам ядерное оружие? Дайте, пожалуйста. Мы вам не дадим. Дадите. Не дадим. Дадите. Никогда. Окей. А вот здесь, в Зелёном дворце, жила мама Шаха. А в начале 20 века его папа. Тоже Реза. Военный офицер, совершивший переворот в начале 20 века и основавший очередную шахскую династию в Иране. Вот так они жили. По-моему, неплохо. Правда, кроме предметов, собственно, шахского интерьера, в Садабаде теперь выставлен еще и антиквариат, изъятый сотрудниками фонда героев исламской революции у приближенных бывшего правителя. Так что это скорее собирательный образ прошлого, чем доподлинное убранство шахского дома. Интересно, что ислам шитского толка, а именно такая разновидность ислама распространена в Иране, не запрещает, или, точнее говоря, не так строго запрещает изображать людей, как ислам Суницкий. Даже шахи любовались своей спальней портретами французских красавиц. В Иране нет просто Министерства культуры, но есть Министерство культуры исламской ориентации. Соответственно, действует принцип, что хорошо для ислама, хорошо для культуры. В этой стране не показывают западные кинофильмы, потому что в них содержатся сцены, противоречащие шариату. Не беда, иранцы снимают свое собственное кино. Мне выпал шанс принять участие в съемках. Пойду примерю. Проблема может быть с размерчиком. Я должен сбрить усы? Никогда, ни за что на свете. Ну вот, костюм богатого египтянина завершен. Мне пора на съемочную площадку. Режиссер уточняет задачу. Но поскольку мне и с переводчиками-то не удалось разобраться в том, что здесь происходит, то без переводчика буду делать то же, что и все. Иран снимает около 70 фильмов в год и уже заставил говорить о себе, как о восходящей кинематографической державе. Судя по размаху, с каким здесь воссоздан древний Египет, кино здесь относится всерьез. Идут съемки фильма о жизни библейского пророка Иосифа. А сейчас я подумал, что мне улыбнулась удача и что мне досталась роль в массовке. Вот уж чего бы мне совсем не хотелось сделать, так это сыграть роль висельника в иранском фильме. Кино – дело долгое. Каждая сцена переснимается по несколько раз. Это только нам, зрителям, кажется, что все там легко и просто. Водка русский. Водка русский. Молодец. Монтажное управление «Бакинская нефть». Монтажное управление «Бакинская нефть». Ну, как зовут? Имя, имя, имя. Нет имя у тебя? Я Михаил. Ты Хусейн Керим. Ну, ты иранец или ты азербайджанец? Азербайджанец? Азербайджанец. Азербайджанец. А как в Иран попал? Ну, ты Москва был? Да. Ленинград был? Да. Что там делал? Смотрел? Посмотрел. Очень хорошо. Москва очень хорошая. Ну, знаешь, у каждого свои сложности. В общем, встретил я здесь брата, можно сказать, египетского, который имеет какое-то отношение к Азербайджану. Но выяснить, какое, не удалось. А сколько же всего разных народов в Иране? Курды, лурды, арабы, таджики. А они таджики? Или кто? Лурды? Арабы. Вы, вот он, он и он, очень красивые джентльмены. Спасибо. Спасибо. Ты тоже красивый. Спасибо. Вот и пойди пойми этих иранцев. Вы меня понимаете? Нет. Я спрашиваю, здесь вы ранены? Турки нет. Нет, Турки. Мухаммад, помоги. Ваши родители не возражают, что вы участвуете в съемках? Нет, они не возражают. Не возражают. Нет, они не возражают. Они с удовольствием, они с удовольствием принимают. Но ведь есть опасность, что муж скажет, нет кино, хиджаб, домой иди, домой. И что тогда делать? На самом деле, не до шуток. Все-таки в иранском обществе существует определенное отношение к женщинам и очень многим мужчинам не понравится, если их жена будет участвовать в съемках. Встали опять все, все встали, заняли позиции, где я перевожу. Догадался. Я только что подумал, я вот взял так, запросто познакомился с девчонками. Это же в Иране немыслимо. Если вот ты идешь по улице и видишь, идет очень красивая девушка. И ты понимаешь, что это твоя судьба. Ты нельзя, нельзя тебе подойти к ней искать. Девушка, а можно у вас взять телефончик? Какая сегодня погода хорошая? Нет. Ты должен тихонечко идти за ней, узнать, где она живет, купить цветы, сказать своему папе. Мне так девушка понравилась. Пойдем к ней домой. Я ее люблю. И уже с родителями очень наблагородно прийти в дом и сказать. Вот такая история. Девушка красивая. Мне хотелось бы с ней познакомиться, чтобы она была моей женой. Если родители договорятся, все может случиться. Ну а если ты едешь, например, на троллейбусе, а девушка идет по улице, и ты понимаешь, что это твоя, может быть, единственная любовь, то прости, прощай. Не судьба. Снято. Пойму, пойму. Тоже элемент кинопроцесса. Называется питание на площадке. Ну, очередь. Кончается где-то у Нила. Пойду займу свое место. Замир, ага. Замир? Камир. Камир. Михаил. Все это совершенно не имеет никакого отношения к политическим митингам, которые проходят по пятницам в мечети, где люди, поднимая кулаки, кричат какие-то страшные слова, требуют чьей-то смерти. В нормальной мирной жизни иранцы пьют зам-зам и радуются солнцу, ветру, детям, так же точно, как этому радуются во всех странах мира. Многие боятся ехать в Иран. И напрасно. Те перегибы, которые сопровождали первые годы исламской революции, во многом остались в прошлом. Иран меняется, мягчает, становится более понятен нам. Ну, а люди, поскольку они редко видят иностранцев, реагируют на приезжих, как дети на новые игрушки. Это еще не все. Мы с вами узнаем сегодня, как иранцы умеют отдыхать и что делают, чтобы жизнь их казалась слаще. А вот на развлечения Тагирам небогат. Кино, музеи, детские партии, вот, пожалуй, и все. О том, чтобы пригласить на свидание любимую девушку, нечего даже и думать. Не дай бог вы возьмете ее за руку. Не дай бог увидит это полиция нравов. Свидание ваше, скорее всего, закончится в суде, а то и в тюрьме. Поэтому в пятницу, а пятница – выходной день в мусульманском мире, население Тагирана выбирается из долины, в которой висит смог, и отдыхает в горах. Например, здесь местечки, которые называются Дарбан. Здесь же, сидя прямо в русле ручья, который, честно говоря, не поражает своей чистотой, можно предаться едва ли не единственному наслаждению, на которое Коран не накладывает почти никаких ограничений. Чревоугодию. Рис. Конечно же, рис. И всевозможный кебаб. Ну и, понятное дело, напитки. Подожди. Как это называется? Дам-зам. Зам-зам. Это иранская Кока-Кола. Дело в том, что иранцы очень не любят Америку. Поэтому они не хотят покупать Кока-Колу. Они не хотят, чтобы их деньги шли в карманы мерзких империалистов и придумали свое. Зам-зам. Но я не крупный специалист в области Кока-Колы или Пепси. Но, по-моему, это не отличается ничем. А это что? Духэлале. 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 Это аналог нашего армянского тана. Кефир с минеральной водой. Освежает, да? Ну, а иностранцу иранец вряд ли это себе позволит. Могут привезти даже пиво. Разумеется, безалкогольного. Компот. Надеюсь, еда будет вкуснее. К шашлыку никаких претензий. Ну, а после обеда в толпе других отдыхающих нужно возвращаться вниз в долину, в город. Можно даже украдкой посмотреть на других барышень. Но осторожно, потому что излишняя внимательность чужой барышни может обернуться крупными неприятностями. Ну, или попробовать сладости, которые продаются здесь. Вишня. Кислая. А это что такое? Тоже кислая. Ну, и всяческая пастила. Не сладости. Наврал кислости для того, чтобы взбодриться перед началом новой трудовой недели. не знаю, что думают по этому поводу сами иранцы. Классно, сигарета у него висит. Но я бы символ этой страны выбрал грецкий орех. Грецкие орехи здесь никто в скорлупе не покупает. Покупают очищенными. А можно я попробую? Я, можно попробую? Дай. Одно неверное движение. И ты в дамках. Плохо, да? Туда нельзя? Прости, брат. Не хотел. Хотел как лучше. Хотел научиться. Такая привычка у меня есть дурная. Сильно. Я боюсь палец порезать. Ты-то не боишься. Ты тут куришь всю жизнь. И вот этим Потрясающе. Как еще раз? Покажи, как сделай, как сделай еще раз? Как ты делаешь? Иран – огромная страна. С севера на юг 3000 километров. Объехать всю ее за 10 дней, за 2 недели, ну, никак не получится. Самые интересные города считаются Исфаган, Еск и Шерас. Здесь путешествие по Ирану, по карману любому. Представьте себе, билет на самолет от Тегерана до Шераса – это 1000 километров. Стоит ни много ни мало – 32 доллара. Путешествовать по земле – вообще сплошное удовольствие. Дороги, как видите, здесь шикарные. А стоимость бензина – только не падайте. 12 литров – 1 доллар. Хотя Иран уже и не занимает половину Азии, как в давние времена, на его территории есть все – и заснеженные горы, и пустыни, и райские сады. Только представьте, разница температур между горными районами севера и жарким пустынным югом иногда достигает 70 градусов по Цельсию. Так что, если соберетесь посмотреть всю страну, берите с собой в дорогу и весь гардероб – от рубашки до шубы. Между прочим, сами иранцы довольно много путешествуют по своей стране. Здесь высокий образовательный ценз, и люди искренне интересуются персидской историей и литературой. А вот за границу могут поехать не все. Иностранный паспорт здесь надо заслужить – лояльностью к властям и соблюдением законов шариата. Ну а наш путь лежит въезд – город, которым 700 лет назад восхищался еще Марко Поло. Восток и сладость – почти синонимы. На протяжении столетий на Востоке люди попивали чай в жаркие летние дни, а повара совершенствовали свое мастерство в изготовлении всевозможных сладостей. Здесь, конечно, есть и халва, и пахлава. Но есть здесь и вот такой сахар. Почему-то иранцы не любят есть сахарный песок или сахар-рафинад, который поступает в магазины с фабрики. Вот, например, здесь, в городе Ест, они покупают сахарные головы для того, чтобы дома расколоть их на части и попивать чаек в прикуску. Сейчас я покажу вам, как они здесь эти головы делают. Сначала сахар нужно довести до температуры 120 градусов по Цельсию и хорошенько размешать. Вкусно. Процесс варки сахара в этой сахароварке не столь уж долг. Нужно всего 20 минут, чтобы сахарная пудра расплавилась и нагрелась до тех самых 120 градусов. После этого её можно разливать в формы. Не так-то легко попасть. В этой форме есть дырочка. И нужно насаживать на гвоздь для того, чтобы потом легко было извлечь сахар из этой иранской сладкой боеголовки. Да что такое! Дело сделано. Можно разливать. С этой частью процедуры я, кажется, справляюсь без больших потерь. Шланг довольно тяжёлый. Руки с непривычки устают. Ну и мастер кое-что переделал, потому что я старался не доливать, чтобы экономить продукт. А он потом во все мои долил. Клиенту обманывать нельзя. Полная голова, так полная. Ну, в смысле сахарная. После того, как сахар разлит по этим сладким иранским боеголовкам, да благословит Аллах и приветствует человека, который их придумал, он стоит примерно 2-3 часа. Сахар должен немножко затвердеть. После того, как он застынет, его помещают вот в такую центрифугу, немножко похожую на соты. И здесь он крутится до тех пор, пока из него не выйдет вся влага. Достаточно одного часа, чтобы полупабрикат превратился в сахарную голову. Оказывается, они делают не только сахарные головы, но и вот такие сахарные кристаллы, которые люди тоже очень любят покупать и есть. Ну, это просто же, это горный хрусталь. Очень красиво. Ну, вот Хусейн, хозяин лавки, объясняет, что это совершенно другая технология, и хочет, чтобы мы пошли и посмотрели, где они это делают. Сюда? А пеночку снимать. После того, как сахар разогрет, сварен, перемешанный с мукой, его разливают вот в такие медные чаны, тоже сделанные вручную. Разливается и ставится в эти стеллажи, потому что процесс кристаллизации должен проходить очень медленно при определенной температуре. Только в результате этого вот и получается такой красивый, красивый кристалл сахара, который люди и любят. Потому что Восток – это не только что, но и как. Восток под глаза заливает, потому что здесь, наверное, градусов 45, не меньше. Потому что Восток – это единство формы содержания, это единство изысканного наполнения и изящной формы. На этом построена и живопись, и каллиграфия, и архитектура, и вообще восприятие жизни. Всё должно быть, одним словом, не только вкусно, но и красиво. Ну вот, пришло время головы вынимать. Самое, казалось бы, простое оказалось едва ли не самым сложным. Но я и с этим справился. А тут уже ничего нет. Ну что ж, голова готова. Моему другу Хусейну, хозяину лайфти, который стесняется сниматься для телевидения, остаётся это только продать. Примерно 80% сахара Иран производит сам из сахарной свёклы. Но этого количества не хватает, поэтому остаток докупают в Европейском Союзе. Кстати говоря, иранцы рассказывают мне, что сахар впервые они получили из России. В это поверить почти невозможно, потому что, как же тогда Шехеризана рассказывал свои сказки визирю или халифу, кто уж там был, не помню, чем же они закусывали. Может быть, финиками? Или сахаром, который получали из фруктов? Не знаю. Но, во всяком случае, Хусейн, хозяин лайфти, который отказался говорить на камеру, стесняется. Уверяет меня, что 250 лет тому назад впервые иранцы попробовали сахар, привезённый из матушки России. Между прочим, ведь совсем недавно такие головы продавались и у нас. Очень хорошо помню, что в моём детстве, хотя рафинад уже, естественно, тогда был, мой дед почему-то покупал кусковой сахар. И у нас на столе всегда в сахарнице лежали щипцы. Ну, может быть, не такие большие и грубые, а чуть-чуть более изящные. Но дело-то это не меняет. Дед покупал кусковой сахар, колол его на кусочки и пил чай в прикуску. Увы, у нас эта традиция ушла. А в Иране осталось. Что тут скажешь? Можно только позавидовать. Два крупных исторических события произошли в Тегеране в 20 веке. Одно из них имело место вот здесь, на территории тогда советского, а ныне российского посольства в Иране. Вот именно на этом месте в ноябре 1943 года состоялась конференция великих держав, на которой решалась судьба послевоенного мира. Именно здесь стояли три стула. В крайнем левом сидел Черчилль, в середине Рузвельт, ну а справа товарищ Сталин. Примерно так. Сталин, Рузвельт и Черчилль долго выбирали место для этой встречи. Англичане предложили собраться на Кипре или в Хартуме, американцы на Аляске или в Каире. Сталин предложил Астрахан или Архангельск, но его партнеры не очень-то хотели встречаться с русскими на их территории. Тагеран устраивал всех. Рузвельт и Черчилль добирались навстречу морям через Алжир и Египет. Сталин доехал в бронированном вагоне спецпоезда до Баку, а там пересел на самолет, впервые в жизни покинув пределы СССР. Несмотря на присутствие английских и советских войск, в Тагеране действовала мощная немецкая агентурная сеть. Задумав покончить с лидерами трех государств, диверсант Отто Скорцени разработал операцию «Длинный прыжок». Он планировал напасть на машину Рузвельта и взять его в плен, а Черчилль и Сталина уничтожить, проникнув в британское посольство по водостоку. Агенты НКВД нейтрализовали замысел, но опасность покушения на членов Большой Тройки оставалась до последнего момента. 28 ноября руководители трех стран встретились. По соображениям безопасности, Рузвельт поселился в советском посольстве. Британская депмиссия находилась как раз напротив советской и Черчилль предпочел жить под своей крышей. На совещании он проходил по коридору из брезентовых полотнищ, натянутых через улицу. Делегации встречались в вампирном зале заседаний советского представительства за столом, покрытым красным сукном. Американцы и англичане сидели вместе по одну сторону стола, русские напротив. Итоги конференции во многом определили ход новейшей истории. Именно в Тагеране Черчилль и Рузвельт договорились открыть второй фронт в Европе, согласились с переносом границ Польши на запад, признали советские притязания на Кеннезберг и аннексию Прибалтики. Сталин, в свою очередь, обещал вступить в войну с Японией. Именно на этой встрече Рузвельт предложил создать после войны международную организацию, и эта идея была впоследствии положена в основу создания организации объединенных наций. Но я обещал вам рассказать про два события. Второе было не столь крупное и произошло ранее, в 1916, а может быть в 15-м году. Документов не осталось, но легенда уверяет, что это великолепная территория, занимающая площадь 12 гектаров. Прекрасный сад, расположенный в центре Тегерана, был якобы выигран в карты русским офицером из казачьего корпуса, воевавшего в ту пору на территории Ирана. Так это было или нет, никто точно не знает. Но почему-то хочется верить, что было именно так, что лихой, усатый русский офицер в кураже выиграл этот парк в карты и положил векселя на стол и сказал, дорогие дипломаты, пользуйтесь этой территорией во славу и во благо Отечества. У иранцев, между прочим, немало поводов обижаться на Россию. Дважды только в 20 веке на иранской территории были русские войска. В 16 из 41 по 46 о чем как-то стыдливо умалчивают наши учебники по истории. Но у меня, честно говоря, тоже на них есть личная обида. Даже мурашки идут по спине, когда я думаю, что было бы, если бы не был убит в Тегеране Александр Сергеевич Грибоедов. Если бы написал все, что мог написать, может быть, жизнь наша была бы немножечко светлее и лучше. Постранствуешь, ворочишься домой и дым Отечества нам сладок приятен. Ну вот, собственно, и все на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова